Здравствуйте! С вами Анна Балиет и программа «Открытый урок». В этом выпуске мы, как всегда, поговорим о новостях образования, интересных людях и творчестве. По традиции, начинаем выпуск с ярких событий. На площадке за любимой игрой ребята, отдыхающие в лагере «Юнармеец». Здесь они провели уже немало веселых часов. В этот раз к игре присоединились гости. Муниципальный лагерь посетили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Конечно, не только сыграли в футбол, но и осмотрели территорию лагеря, пообщались с ребятами. Проверили, насколько качественно и комфортно организован отдых. Отметили, что планируется создание совместного координационного совета, который будет заниматься вопросами детского отдыха в лагерях московского региона, в том числе комфорта и безопасности ребят. На территории Подмосковья порядка 100 летних лагерей. Десятки тысяч детей из Москвы и Подмосковья отдыхают вот так вместе, дружно. И наша задача сегодня с Сергеем Семеновичем убедиться, что все организовано на должном уровне. И безопасность, и питание. Наша совместная программа предполагает поддержку летнего отдыха детям и на территории Москвы. Летние лагеря, как Сергей Семенович, музеи, различные места привлекательные. Так и на территории Подмосковья. Ребята могут чувствовать себя уверенно. Все двери для них открыты. Мы с Андреем Юрьевичем решили посмотреть, как вы живете, как вас кормят, какой здесь порядок, какая безопасность. И решили сделать это не только в вашем замечательном лагере, но и посмотреть, как живут молодые, маленькие москвичи и жители Подмосковья в других лагерях. Создать координационный совместный совет, чтобы смотреть, насколько эти лагеря обихожены, обустроены для детей. И совместно развивать инфраструктуру. На территории районного лагеря «Юнармейцы» расположены три спальных корпуса, рассчитанных на пребывание около 300 детей. В столовой трехразовое питание. Есть все необходимое для досуга ребят. Детский игровой городок, спортивные площадки, специально оборудованная площадка для игры в «Лазертек». На данный момент в лагере успели отдохнуть 315 детей. 24 июня в «Юнармейце» стартует уже вторая летняя смена, которая получит название «Шаг вперед». Спортивные игры на свежем воздухе, творческие кружки, интересные увлекательные конкурсы и, конечно же, новые друзья. Все это лагерь «Юнармейц» может предложить своим гостям. Этим летом здесь пройдут четыре смены, третья станет международной. В лагере смогут отдохнуть также дети из других стран. Всего за лето в лагере отдохнут порядка 1200 ребят. Андрей Воробьев и Сергей Собянин пообщались с ребятами. Отметили, что много детей приезжают сюда не в первый раз. Охотно делятся впечатлениями и готовы вернуться еще. Вы хотите отдыхать еще? Вожатые нам устраивали всякие игры и в корпусе, и на улице. Были разные мероприятия, шоу-таланты, дискотеки. И очень интересно. Какая бы ни была погода, все равно она будет ясная лично для меня. Было бы пасмурно, как ни крути. Все равно веселье в каждую минуту, в каждую секунду. Игры здесь очень хорошие, особенно для мальчиков. Всем мальчикам нравится. Многие играют в пинг-понг, баскетбол, футбол, волейбол, пионербол. То есть очень много развлечений. Каждый день какие-то новые программы. Очень весело здесь. Я тут второй раз. И, наверное, через несколько лет хочу приехать сюда как вожатый. Между тем, школа вожатых на базе юнормейца – это еще одно направление совместной работы Москвы и области. Дети проходят здесь курсы, мы им выдаем сертификаты. И потом на основании этих сертификатов они могут поехать как в наш лагерь, как в любой другой и поработать вожатым. Мы будем подписывать соглашение о том, что будем совместно работать. И как раз будут направляться ребята с институтов к нам на прохождение курсов. Сергей Собянин подчеркнул, что соглашение между Москвой и областью в перспективе коснется и развития инфраструктуры лагерей. В этом лагере мы с ребятами договорились, что сделаем самую лучшую площадку для воркаута, чтобы ребята занимались спортом. В феврале 2018 года Сергей Собянин и Андрей Воробьев заключили соглашение о стратегическом развитии московского региона. Одним из шести приоритетов стала организация отдыха детей. Чтобы конкретизировать задачу, будет подписан отдельный документ. По-настоящему ярко открывается един районный выпускной вечер. Масштабное мероприятие проходит вот уже в третий раз и вновь в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Сегодня здесь собрались выпускники из 31 образовательного учреждения Щелковского района. Более 800 ребят. Все они еще вчерашние школьники, а ныне виновники торжества. Подошел к концу крайний учебный год. И завершился весь учебный период. Вы стали взрослыми. Вы подошли к другому этапу своей жизни. Конечно, он будет непростой. Конечно, вы все волнуетесь перед следующим уплатом. Но больше волнуемся мы. Почему мы волнуемся? Потому что мы вас любим. Мы хотим, чтобы у вас все удалось. Мне очень приятно оказаться здесь, среди вас. И по поручению министра образования Московской области, хочу обратиться ко всем выпускникам подмосковных школ. В этом году в Подмосковье более 370 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Более 400 тысяч медалистов. И среди них очень приятно. Гордимся, что есть выпускники школ Щелковского района. Впервые в едином выпускном принимают участие курсанты Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Под аплодисменты почетных гостей, родных и близких в сопровождении звуков оркестра Министерства обороны Российской Федерации проходит торжественный выход выпускников 2018 года. Дефиле, фотографии на память, улыбки, радость и только самые положительные эмоции. Именно так начинается этот день. Сегодня вы подошли к перекрестку, к встрече. И после этого перекрестка вы будете выбирать, куда идти и с кем идти. И независимо от того, куда вы пойдете, благодаря тому, что ваши учителя, ваши родители вложили в вас жажду знаний, целеустремленность, вы обязательно достигнете успеха. Перед вами открыта другая дорога. Дорога во взрослую жизнь. И я хотел бы пожелать вам, чтобы эта дорога была счастливой. В жизни вы можете достигнуть многого, если у вас будет упорство в достижении цели. Вот взяли цель и упорно идете к ее достижению. И все тогда у вас будет получаться. Кажется, только вчера все эти ребята впервые переступили порог своих школ. А сегодня они уже стоят на пороге нового жизненного этапа. И, конечно, этот день запомнится каждому навсегда, ведь выпускной бывает раз в жизни. Оттого и ощущается это легкое волнение. Позади остались все экзамены, бессонные ночи перед ЕГЭ, а впереди учеба в вузах и освоение выбранной профессии. Я помню ту радость, когда я испытывал, когда на плацу нашей школы летной зачитали приказ о зачислении. И когда я услышал свою фамилию, я был невероятно счастлив. И я даже не представлял, что меня могло ждать за эти два года. Но сейчас у меня самые контрастные эмоции. С одной стороны, я рад, что я переступаю на новую ступень жизни, но с другой стороны, грустно, что покидаю такое хорошее заведение. Еще не студенты, но уже и не школьники. В этот день ребята прощаются с чудесной школьной порой. Оттого и присутствует момент светлой грусти, ведь больше не будет уроков, дневников, контрольных и шумных перемен. В институте не будет такой близости с учителями, как в школе, потому что в школе учителя интересуются твоей жизнью, они как-то добры к тебе, они все время стараются быть ближе к тебе. И поэтому, конечно же, я буду скучать. Не менее волнителен этот день и для родителей виновников торжества, и, конечно, для тех, кто долгие годы вкладывал частичку своего сердца в каждого из ребят. Передавая им знания и опыт классных руководителей и учителей. С одной стороны, радость за детей, что сдали экзамен, получили аттестаты, пойдут дальше во взрослую жизнь, а с другой стороны, конечно, грусть, взрослание, потому что мы с ним вместе с пятого класса, с выходом уже с друг другом будем скучать. Но сегодняшняя атмосфера не позволяет грустить никому вокруг. Творческие подарки, выступления артистов и яркие декорации уже становятся традицией выступления выпускников. Ребята порадовали всех присутствующих подготовленными музыкальными и хореографическими номерами. Мы очень рады, что выпускников всего Челковского района организовали такое фантастическое мероприятие. И мы рады, что мы можем танцевать здесь. И нам нужно честь, чтобы назвать наш вальс здесь. Мы не зря готовились, мы вкладывали в это свои силы, нервы. И, конечно, какой же выпускной бал без его главного танца – вальса. А после ставшей доброй традицией золотой конфетти «Салют» осыпал медалистов, тех, кто набрал 100 баллов на едином госэкзамене, а также лауреатов премии губернатора Московской области за особые успехи в обучении. Наши ребята отличились особо в своих знаниях. Только 9 стубальников по русскому языку. Еще я уверен, что будут и стубальники по обществознанию. Мы ждем эти результаты по информатике. Мы ждем эти результаты. У нас очень хорошие успехи. И если все-таки возвращаться к празднику, самое главное – это единство всех ребят, выпускников в одном месте, в одно время. Стоя под этим золотым дождем, ты понимаешь, чего ты на самом деле достиг. Тебе все аплодируют. И ты понимаешь, что в этом есть и твоя заслуга, и твоих учителей, и, конечно же, родителей. Выпускной – это день, когда каждый из ребят ожидает чудо, которое непременно должно произойти. Все они о чем-то мечтают, а самые светлые мечты непременно должны сбываться. И вот наступает один из самых торжественных моментов сегодняшнего вечера, когда мечты выпускников, написанные ими на бумаге, отправляют прямо в небо шар желаний. Свои заветные желания выпускники оставили в секрете, чтобы они обязательно сбылись. А продолжился праздничный вечер яркой программой выступления музыкальных групп и звезд отечественной эстрады. Поздравили выпускников Щелковского района и солисты группы «Премьер-министр». Мы рады за то, что так получилось, что мы сейчас здесь присутствуем, и тут столько много выпускников, и что в этом году такое большое мероприятие устроили в честь нашего выпускного. Идею общего выпускного ребята оценили. Комитет по образованию администрации Щелковского района при поддержке спонсоров компании Щелкова «Грахим» и «Мултон Щелкова» организовал мероприятие на высоком уровне, учтя все необходимое для безопасного и интересного времяпрепровождения. Очень приятно было смотреть на ребят, очень профессиональное выступление наших, щелковских ребят. И то, что зал жил, как, ну, испытывал вдохновение. Вот то, что все были вдохновлены праздником, а еще не праздника, удалось создать. Совместной вот этой командой, режиссерской группой, совместными усилиями всех нас, это очень приятно. И, конечно, для всех, кто принял участие в этом вечере, он навсегда останется теплым воспоминанием, как финал той беззаботной поры, что зовется чудесными школьными годами. И вновь лагерь «Лесная сказка» открыл свою летнюю оздоровительную компанию. В первую смену сюда приехали 150 мальчишек и девчонок. К торжественному открытию ребята и их вожатые готовились с самого утра. И вот он, долгожданный момент. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Некоторые из ребят впервые отдыхают в «Лесной сказке», но немало и тех, кто ежегодно проводит несколько недель летних каникул в лагере, который, важно отметить, имеет многолетнюю историю. Это место, где проходило детство целых поколений щелковцев. Так и сегодня здесь, как всегда, царит праздничная атмосфера. Мы все очень любим наш лагерь. И кто однажды у нас побывал, опять обязательно возвращается. То есть у нас 70% наших воспитанников, это которые ездят с года в год. И 30% – это малыши, которые пополняют наш лагерь. И с года в год «Лесная сказка» с гостеприимством встречает сотни мальчишек и девчонок. В этом же году лагерь обновился. Был проведен капитальный ремонт пищеблока и душевых. Заметно преобразился и актовый зал. Появился новый занавес. Созданы все условия для комфортного отдыха ребят. Много планов, много целей, много сил вложено руководство и коллектива лагеря, руководство нашего района. Мы хотим сделать максимально комфортные условия для отдыха детей. Уже придуманы девизы и названы отряды. Впереди три недели отдыха. Программа же, как всегда, обещает быть наполнена различными патриотическими, спортивными, культурными мероприятиями, а значит и яркими впечатлениями. И, конечно, за время смены ребята узнают много нового и познавательного. Главное, у каждого из них появятся новые друзья, а воспоминания о лагере останутся на всю жизнь. В рубрике «Личность в образовании» расскажем о кандидате педагогических наук руководители вокальной студии «Гармония» Светлане Кизим. Вокальная студия «Гармония» начала свою работу в 2002 году и за эти годы воспитала поколения молодых талантов, лауреатов районных, всероссийских, международных конкурсов. Сегодня здесь занимается более 120 ребят от 4 до 18 лет. Созданы два объединения – «Родничок» для самых маленьких, начинающих вокалистов и «Акварель» для старших. Стартовал проекты со взрослыми, желающими окунуться в творческий процесс, а руководит этим большим коллективом педагог в третьем поколении, кандидат педагогических наук Светлана Кизим. Когда музыка звучит в самом сердце, она становится неотъемлемой частью жизни. Этот вид искусства полюбился Светлане с самого детства. Окончив музыкальную школу по классу фортепиано, наша героиня решила получить и высшее музыкальное образование. Как бывает, приходит мысль неоткуда. В детстве эта мысль уже была, что я буду учителем музыки. Не представляю, что это такое, в чем будет заключаться моя деятельность, каким образом. Но у меня была уже мысль в голове, что я буду учителем музыки. После школы я поступила в Костромской пединститут, на музыкальный педагогический факультет. Закончила его. Но если бы мне в тот момент сказали, что я буду именно вокалистом, я бы не поверила никогда. Но как это часто бывает, один случай приводит человека в нужное время и в нужное место. Выйдя замуж, Светлана с семьей переехала в Щелково. Работала в Гребневской средней школе, затем в школе номер два города Щелково. В центре же романтик, где сегодня ведет свою деятельность коллектив студии «Гармония», театральным искусством занималась дочь нашей героини Алена. Любовь Владимировна попросила выучить песенку «Золушки» с Аленой. Мы выучили, она посмотрела и сказала, не хотите ли вы у нас поработать с юными театралами? Ну, я так подумала, почему бы и нет. Вот, и с 2002 года, это было зимой после Нового года, с 2002 года я работаю в романтике. Причем сначала действительно у юных театралов вела вокал, а потом с осени уже у нас набралась своя группа и уже началась самостоятельная деятельность. И вот как-то вот постепенно, постепенно развелось вот у нас в такую большую, огромную студию. Сначала был один ансамбль, потом появился второй ансамбль, стало уже не ансамбль родничок, стало уже объединение родничок. Потом появились дети подросли, появились еще малыши и постепенно где-то вот в 2007-2008 год преобразовалось все в студию. Для сотен мальчишек и девчонок это место стало вторым домом. Здесь ощущается особая атмосфера, где все дети, их родители, преподаватели, словно одна большая семья. Сегодня в студии образовался творческий тандем талантливых педагогов. Стоит отметить, в прошлом ученица Светлана Юрьевна Мария Есина, теперь и сама педагог, работает вместе со своим наставником. Также в студии «Гармония» есть свой концертмейстер, он же профессиональный аранжировщик и звукорежиссер. Весь опыт учителя передают подрастающему поколению, открывая для ребят многогранный мир музыки, помогая им учиться как раскрывать свою индивидуальность, так и работать словно один механизм в команде. Я люблю музыку с детства, с самого рождения, в принципе, это как-то мне, я думаю, от отца передалось. А пошел я сюда заниматься за своей сестрой, и после этого как-то полюбилось это дело, вокал, как одно из главных увлечений в жизни. Светлана Юрьевна, она требовательна, но при этом она отдает такое большое количество энергии и сил, и даже иногда задумываешься, как она одна с таким количеством детей справляется. Вокальная студия «Гармония» является образцовым детским коллективом Московской области, сотрудничает с авторами-композиторами, ведет большую концертную волонтерскую деятельность, участвует в различных мероприятиях, благотворительных акциях. Ансамбль стал участником фестиваля «Новые лица» в 2017 году. Выступление проходило на сцене Кремлевского дворца. Детство – это ты и я, детство – гласная страна. Не хотим расстаться с ним, ведь это здорово. В копилке достижений учеников Светланы Кизим различные победы на районах, всероссийских, международных конкурсах. Одним из таких стал фестиваль «Веселый ветер», проходивший в Словении, городе Любляно. В фестивале конкурса приняли участие коллективы и солисты из России, Италии, Словении, Хорватии и других стран. Условием конкурса стало исполнение песни на русском языке, поскольку одной из задач его проведения является знакомство подрастающего поколения с русской культурой. В прошлом году мы выехали первый раз. Тогда у нас Саша Бурлакова первое место заняла, Таня Прохорова у нас заняла третье место. Нам очень понравилось. Очень хотели мы так туда опять же попасть. Наверное, так сильно запало. В этом году у нас опять предоставилась такая возможность. Мы уже ехали к друзьям. Уже совершенно по-другому эта поездка была для нас, воспринималась. То есть мы уже налюбовались красотами. И тут у нас было погружение в страну, погружение в культуру. Кстати, девочки у нас обе заняли первое место, каждая в своей возрастной группе. И заняли первое место в дуэте. И на галоконцерте из дуэтов они получили гран-три. Светлана Юрьевна огромная энергетика и трудолюбие. И что самое главное, она очень любит детей. Поэтому у нее, мне кажется, вот такая связь происходит с детьми во время рабочего процесса. Она интересна детям как человек. Она специалист в своем деле. Потому что я работал, занимался этим делом. Но всегда была проблема у вокальной студии. Это подбор репертуара. Это слышно, в принципе, не только при работе в вокальной студии, а при поездках на конкурсы. И я как музыкант слушающий, что происходит вообще в детской музыке. Какие есть композиторы. Она очень, очень хорошо слышит репертуары. И, конечно, для педагога важно не только развитие таланта ученика, но и собственное самосовершенствование, приобретение навыков, повышение уровня мастерства. В 2007 году Светлана Кизим стала победителем районного конкурса «Педагог года» в номинации «Сердце отдаю детям». Светлана является кандидатом педагогических наук, автором научных статей и монографии, экспертом энциклопедии «Золотой фонд успехов и достижений», цель которой – поддержать ребят, достигших результатов в спорте, музыке, творчестве, интеллектуальной деятельности. В энциклопедию вошли талантливые ребята со всех уголков страны, в том числе ученицы Светланы Юрьевны, лауреат международных конкурсов Александра Бурлаку. Я, когда начала только сольно петь, я волновалась. Она сказала, чтобы я не волновалась, чтобы все хорошо, что я умею это делать, то есть настрой давала. И я верила в себя, что у меня получится, потому что была поддержка от родителей, от учителя, и мне все удавалось благодаря ей. И, конечно, помимо того, что Светлана Кизим – талантливый педагог, она еще и любящая жена и мама. Как она сама признается, именно поддержка семьи, а также стремление учеников добиваться все новых и новых успехов помогают ей в достижении целей. У меня мощная поддержка моя семья. Муж, моя дочь, им вот просто благодарна. Муж сначала несерьезно смотрел на мою работу здесь, но потом проникся, и сейчас вот он просто мой помощник. Поддерживает меня во всем, что касается и каких-то поездок с детьми, и обеспечения материалами для пошилов костюмов. Помогает здорово. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...